Сегодня мы поговорим об уставе, документе, который является основополагающим для деятельности любого хозяйственного общества. В частности, мы поговорим о внесении изменений и дополнений в устав. Те обязательные сведения, которые должны быть включены в устав, закреплены Законом Республики Беларусь о хозяйственных обществах. Но в процессе своей деятельности у субъектов хозяйствования может возникать необходимость внесения изменений и дополнений в устав. Порядок государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав, определен положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным декретом Президента Республики Беларусь номер один от 16 января 2009 года. В соответствии с вышеуказанным положением, коммерческие и некоммерческие организации обязаны в двухмесячный срок внести в свои уставы изменения и представить их для государственной регистрации в случае изменения собственника имущества организации, в случае изменения наименования, а также в случае изменения состава участников организации. Принятие нового нормативно-правового акта, либо изменения действующего законодательства, также может повлечь необходимость внесения изменений в устав. В данном случае уплата госпошлины не требуется. Государственная регистрация изменений и дополнений в учредительные документы осуществляется в день обращения в регистрирующий орган. Для государственной регистрации изменений и дополнений в регистрирующий орган представляется заявление о государственной регистрации, подписанное руководителем юридического лица, либо лицом, уполномоченным на подписание в соответствии с уставом или доверенностью в присутствии сотрудника регистрирующего органа, который осуществляет прием документов. Изменения или дополнения в двух экземплярах, которые должны быть оформлены в виде приложения к уставу в свободной письменной форме. По желанию субъектов хозяйства неустав может быть представлен в новой редакции. Копия или оригинал платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Отдельно хотелось бы коснуться вопроса изменения юридического адреса субъектов хозяйствования. В течение 10 рабочих дней, со дня изменения местоположения, субъекты хозяйствования обязаны об этом уведомить соответствующий исполком по месту регистрации в виде информационного письма, установленной формы. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, в этот же срок, то есть в течение 10 рабочих дней с момента изменения местоположения, плательщик обязан уведомить соответствующий налоговый орган по месту постановки на учет об изменении местонахождения организации. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об изменении юридического адреса субъекта хозяйствования обязаны уведомить Фонд социальной защиты населения, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Несоблюдение данных требований влечет административную ответственность в виде штрафных санкций в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Важно помнить, что отсутствие субъекта хозяйствования по местонахождению, указанному в его учредительных документах, а также неуведомление регистрирующего органа об изменении юридического адреса в порядке и сроке, установленное законодательством, является основанием для включения юридического лица в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Знайте свои права и всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»